МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прискорбием воспринял весть о смерти фигуриста. Текст Телеграма опубликован на сайте Аккорды. В ней говорится, что Денис Стэн внес значительный вклад в становление и развитие отечественной школы фигурного катания. Его яркие достижения прославили нашу страну, способствуя популяризации спорта среди молодежи. Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незаурядной личностью, настоящим патриотом Казахстана. Трагедия произошла сегодня. Во второй половине дня в Алматы по предварительной версии Денис заметил, как неизвестные пытаются снять зеркала бокового вида с его автомобиля. Спортсмен решил дать им отпор. В этот момент один из злоумышленников выхватил нож и ударил фигуриста. Ранения оказались смертельными. Расследование по делу убийства Денис Статена взял под контроль генеральный прокурор Кайрат Кужамжаров. По факту совершенного преступления начато досудебное расследование. Создана следственная оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников ДВД и МВД. В эти минуты в районе столичного Арбата проходит акция памяти Дениса Тена. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Вы можете видеть, что жители Астаны к месту скорби пришли со свечами и цветами. На большом экране демонстрируют кадры выступлений прославленного спортсмена. Помимо Арбата, акция также проходит на самой набережной. На месте работает наша съемочная группа. Чуть позже Зарина Бесембина в прямом эфире расскажет о том, как проходит акция. А пока к другим событиям. Реализация госпрограмм не охватывает все население Казахстана. Стоимость коммунальных услуг растет, медицинское обслуживание ухудшилось, качество подготовки преподавателей и студентов вузов низкое. В аккорде Нурсултан Назарбаев рассмотрел итоги работы правительства за первое полугодие. Президент подчеркнул, несмотря на рост социально-экономических показателей, принятые государством программы не доходят до регионов. Завершилось первое полугодие. Показатели демонстрируют рост. В целом благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы. Но местные исполнительные органы и министерства не доводят их до конца. Утвержденные программы не доходят до регионов. Дают отчеты. Все на бумаге есть, а народ потом спрашивает, почему президентские программы не выполняются. Уровень подготовки преподавателей в вузах низкий. Уровень образования детей низкий. Президентские программы принимаются, но не доходят до населения. Вы не жестко спрашиваете с местных исполнительных органов и министерств. Население пишет мне письма, почему плохо работают программы. У меня есть все возможности, чтобы проверить. Президент также затронул вопросы повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны. По словам Нурсултана Назарбаева, объемы МСБ не увеличиваются. Акцентировал внимание глава государства и на строительстве дорог. Республиканские трассы в большинстве своем готовы. Но вот между районами дорог нет, что вызывает беспокойство среди населения. В завершение президент поручил обеспечить со стороны правительства и местных исполнительных органов более качественное исполнение принятых государственных и отраслевых программ и тщательный контроль над их реализацией. Стоимость коммунальных услуг выросла в последнее время, медицинское обслуживание ухудшилось, обучение детей стало дорогое. Примерно вот такие вопросы ставятся в обществе. Безнагреста, блядка, названа для малого и среднего бизнеса последними законами, мы все еще сделали, все равно объем малого и среднего бизнеса не растет. Понимаешь, аморфно работаем. Аморфно. Везде, всюду. Поэтому сейчас настаёт вопрос, на все это пересмотреть. И говорили насчет верховенцевого закона. Сколько приняли, законы изменили, что сделали. Государственные службы, порядок изменили, подборы изменили. А отношения госслужащих к людям, простому человеку не меняются. Поэтому нам надо вместе думать, почему они делаются. Всё есть. Средства определены. Вот сейчас, если по жилищному строительству, по пяти социальным инициативам тоже так же пойдёт, это совсем плохо будет. Мы строим дороги, республиканское значение, всё. А если между районами дорог нет, человек это не чувствует. Я уже давал задание министру. Кое-что там, которое может подождать. Отложите деньги, дайте, чтобы внутри посёлков, внутри районов дороги появились. Там люди ездят, там люди перевозки делают. И другие вопросы. Низкое качество образования в вузах. Поэтому, говорят, дети предпочитают соседние российские вузы или другие вузы. Не все имеют возможность это делать. Целый круглых вопросов накапливается именно с точки зрения исполнения принятых решений и контроля за их решением со стороны правительства. Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Денис Тен погиб от большой потери крови. Гордость казахстанского спорта, фигурист, принёсший в стране немало наград, стал жертвой мелких воришек, промышляющих кражи в автомобилях. Трагическую новость сообщил родным персонал Центральной городской клинической больницы, куда Дениса доставили на скорой сегодня днём. А ближе к вечеру его не стало. Пару часов назад кто-то переписывался с ним, а кто-то сидел даже рядом. Друзья и родственники всё ещё не верят в произошедшее. Дениса не стало. Никто не может сдержать слёз. Ни врачи, ни журналисты, ни просто прохожие. Поступил в клинику, он уже в крайне тяжёлом состоянии, в состоянии клинической смерти. Насальден был калетой скорой помощи. В течение более двух часов проводилась непосредственно сердечно-лёгочная реанимация. Все усилия клиники, города были брошены именно на спасение жизни. Но, к сожалению, смерть наступила. Трагедия произошла сегодня в послеобеденное время. Денис заметил, как незнакомые люди пытаются снять зеркала бокового вида с его автомобиля. Спортсмен решил дать им отпор. В этот момент один из злоумышленников выхватил нож и ударил фигуриста. Ранения оказались смертельными. Около 15 часов на пересечении улицы Курмангазы и Байситовой Теном Денис Юрьевичем были застегнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал всего автомобиля. В результате возникшей потасовки гражданину Тену Дмитрию Юрьевичу было нанесено ножевое ранение. По данному факту начинственного расследования принимаются меры по установлению задержания подозреваемых лиц. На поиски убийц брошены опытные сотрудники Алматинского ДВД и МВД. Расследование дела взял под личный контроль и генеральный прокурор страны. Ярнур Душанов, Хабар 24. С момента известия о гибели фигуриста Дениса Тена прошло 4 часа. Этого времени хватило, чтобы в разных городах Казахстана люди стали собираться на акции памяти знаменитого фигуриста. В Алматы цветы и свечи несут на пересечении улиц Курмангазы и Байситовой, где на спортсмена было совершено нападение. В Астане место о скорби организовано на набережной реки Есиль. Еще одно на столичном Арбате, откуда сейчас в прямой эфир выйдет моя коллега Зарина Бесембина. Зарина, приветствую. Что сейчас происходит на улицах Астаны? Расскажи. Иван, мы сейчас находимся на набережной и понимаем, что вся Астана скорбит с момента, как стало известно о смерти Дениса Тена. Чтобы почтить память фигуриста, в Астане на набережной начали собираться люди. Здесь сотни казахстанцев. Они несут цветы, фотографии, памятные вещи. Зажигают свечи в знак скорби по кончине Дениса Тена. Тут же рядом, позади Арбата, на большом экране идет трансляция, видеонарезки о памятных событиях из жизни нашего чемпиона. Мы успели пообщаться с собравшимися. Люди отмечают, что это огромные утраты, выражают соболезнования родным Дениса. Люди признаются, что испытали шок о новости, об убийстве фигуриста. Денис Тен был примером трудолюбия и воспитания. И навсегда останется в истории нашей страны и в памяти каждого казахстанца. Иван. Да, спасибо. Зарина Рисембина передавала в прямом эфире с места скорби по Денису Тена из Астаны. Страшная трагедия сегодня шокировала действительно каждого казахстанца. В свои 25-ц Денис Тен добился немало успехов и заслужил ряд почетных титулов. Пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию. Бронзовый призер Олимпиады 2014. Трехкратный победитель чемпионатов мира. Девятый в рейтинге Международного союза конькобежцев. Он был по-настоящему скромным и открытым человеком. Меньше двух месяцев назад наши коллеги записали интервью с Денисом Теном. С коронной улыбкой на лице он рассказывал о своих планах и делился воспоминаниями. Это видео, размещенное в социальных сетях, последнее с Денисом. Сам он не очень любил соцсети, считал, что есть куда более интересные вещи, чем можно заняться. И медийным лицом никогда не хотел стать, даже после обрушившейся на него славы после Олимпиады 2014 года. Третьему призеру Олимпийских игр Денису Тену. Денис стал первым казахстанским фигуристом, кто завоевал медаль Олимпийских игр. Кстати, тогда он также стал единственным, кто вообще приехал с наградой из Сочи. В общем, любовь казахстанцев он заслужил моментально. Я мечтаю о том, чтобы в Казахстане появилась целая плеяда фигуристов, пусть не взрослых. Я когда начинал делать первые шаги, я был не один в группе. Все говорят, типа, я единственный фигурист. Нет, у нас было, не знаю, 100 человек, 600 тысяч, я не знаю. Сколько из них стали профессионалами? Остался только я. В последнее время Денис выступал не очень успешно. Сказалась травма. Травма была серьезная, но, несмотря на это, Денис не унывал. Он вообще мало когда сдавался. Я понимаю, что это жизнь, вещи случаются. И нужно не сдаваться. То есть, может быть, не все сложилось в этом году, но это не значит, что я должен зацикливаться на какой-то одной проблеме. Я от этого расту. Я к этому отношусь как-то по-философски. То есть, вещи случаются, все бывает. И сейчас я чувствую себя намного лучше. Буквально в этом месяце я вышел впервые на лед, начал тренировки. И я думаю, что в скором времени буду готов на все 100%. В эксклюзивном интервью телеканалу Казах ТВ Денис признался, что, несмотря на то, что он постоянно находился на сборах в других странах, никогда не забывал про Казахстан. Я прежде всего казах. Вот во всех каких-то мыслях, вещах, по ментальности я здесь родился. Я принимаю решение, исходя из того, как бы я принял решение, находясь здесь. Небольшой рост, хрупкий, обаятельный. Такой Денис навсегда останется в сердцах казахстанцев и его коллег по всему миру. Маленький, но очень сильный. Прежде всего, духом. Не важно, насколько ты крутой, успешный. Ты в первую очередь человек. И ты в первую очередь человек, у которого есть жизнь. И все равны. Она очень крупная вещь. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Слова соболезнования родным и близким Денис Атена выразили в Министерстве. Министерстве культуры и спорта. По словам главы комитета Бегбулата Байжанова, страна потеряла одного из ярких спортсменов. Министерство культуры и спорта выражает соболезнования семье Дениса, всему народу Казахстана. Это огромная утрата для нашей страны. Он остался в нашей памяти как спортсмен с яркой спортивной биографией. Наши представители в Алматы будут рядом с семьей Дениса. Слова соболезнования в связи с преждевременной кончиной Дениса Атена выразил и министр информации и коммуникаций. На странице в фейсбуке Даурин Абаев написал, мы действительно не смогли уберечь нашего чемпиона. В нашей памяти он навсегда останется светлым, открытым и юным. Прощай, Денис. Смерть прославленного казахстанского спортсмена стала шоком для его коллег и поклонников по всему миру. Соболезнования опубликованы на официальном аккаунте Олимпийского канала. Там пишут, что Олимпийский комитет Казахстана подтвердил смерть фигуриста. Соболезнования выражает и трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джон Вейер. Отреагировали на трагедию в Казахстане и канадские фигуристы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже. Международный союз конькобежцев опечален. Новостями и средств массовой информации Казахстана, в которых говорится о смерти Дениса. Российские и иностранные спортсмены высказались о трагедии в своих аккаунтах и в других социальных сетях. Многие публикуют совместные фотографии с казахстанским спортсменом. Сил родителям Дениса, чтобы пережить трагедию, пожелала российская фигуристка Татьяна Татьяна. Испанский фигурист Хавьер Фернандес также опубликовал пост скорби по Денису. Шведский фигурист Александр Майоров сообщил, что до сих пор не может поверить в случившееся. Российский спортсмен Максим Ковтун не нашел слов и опубликовал просто черную картинку. Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала смерть Дениса Тэна трагедией. Весть о нападении на фигуриста она узнала по телефону и сразу связалась с матерью Дениса. Тогда спортсмен был еще жив. Тренер выразила соболезнования родным и близким своего подопечного. Напомню, Татьяна Тарасова и Елена Буянова тренировали Дениса Тэна в Москве с 2004 по 2010 годы. Я работала с ним, а он здесь вот на этой площадке. Научился всем тройным прыжкам, он научился здесь всему. И первый прыгнул четверной здесь. И, конечно, для нас это большая трагедия. Просто настоящая трагедия, потому что он талантливый, очень умный, очень образованный, редкий, совершенный человек. И таланта, знаете, безграничного. Потому что мы его видели на тренировке. Он иногда терял на соревнованиях, чаще всего. Что-то терял. А на тренировке это был абсолютно гений. И вот мы верили, что он выиграет Олимпийские игры в Сочи. Скандал в детском саду. Родители обвинили воспитателя в рукоприкладстве. Как сообщили в Акимате, столь резонансный случай в Астане зарегистрирован впервые. И оправдания сотрудницы дошкольного учреждения не помогли. Ее действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Чем закончилась история, выясняла Гульнара Хасан. А пайка била тебя? Как била? Маленький Наби еще учится говорить. Но маме о ссадинах на теле рассказать мог. В обед я ребеночка своего забрала. У него была истерика. Я у него спросила, что случилось. Он молчал, он вообще мне не мог ничего сказать. Потом мы когда пришли домой, он мне вот рассказал. У меня есть даже видео в инстаграме, на страничке можете посмотреть. Где он показывает, как она его дергала, за уши, как она его била по голове, по спине. Она еще, оказывается, его била. И после этого я пойду, думаю, посмотрю камеры, потому что все равно если ребенок говорит, а он мне в принципе не знает насилия вообще. Но изображения на камерах видеонаблюдения жалобу малыша подтвердили. Как выяснилось, на должности воспитателя девушка числилась меньше месяца. До этого полгода работала няней. Почему подняла на малышей руку, объяснить по словам родителей так и не смогла. Она ко мне подошла, говорит, кешер на смене. Я говорю, знаете, такое не прощается никогда. В детском саду произошедшим были шокированы. Молодая сотрудница только-только начинала свою педагогическую карьеру. Специалистов в сфере дошкольного образования не хватает. Эту девушку мы приняли как помощника воспитателя. На должность воспитателя перевели 2 июля. Никаких жалоб на нее прежде не было. Имеются справки, подтверждающие психическое и физическое здоровье. Но никакие аргументы воспитателя не спасли. В тот же день она была уволена. Была уволена по статье номер 52 Трудового кодекса Республики Казахстан, пункт 14. Получается совершение аморального поступка сотрудника, который выполняет воспитательные функции. Если человека, допустим, увольняемый по статье, то это уже заносится в личное дело сотрудников. Поэтому при приеме на работу обязательно эта статья идет как рекомендательный характер. Потому что мы работаем с детьми и такого рода действия, конечно, не допустим. Наказание в виде строгого выговора понес и методист, принимавший сотрудника на работу. Предупреждение получила и заведующая детского сада. С настоятельной рекомендацией усилить контроль за педагогическим коллективом. Кребек Куюков известный казахстанский общественный деятель и художнику достоин еще одной международной награды. Он стал лауреатом премии за безъядерное будущее 2018 года. Церемония вручения пройдет в октябре в Австрии. А сегодня на родине в Карагандинской области он открыл свою юбилейную выставку. Представил 50 лучших картин к своему 50-летию. На выставке побывала и наша съемочная группа. Самый лучший день заходил вчера. Вчера был 50-й день рождения. Сегодня, пожалуй, самый известный современный казахстанский художник Кребек Куюков открывает свою выставку. А ведь этого всего могло и не быть. Родившемуся в селе неподалеку от Семипалатинского полигона мальчику без рук врачи предлагали применить автаназию. Но родители отказались. Кребек вырос и стал своего рода символом эпохи ядерных испытаний. Иметь ядерное оружие – это большой соблазн. И в первую очередь мы должны говорить о том, что мы на себе перенесли. Он говорит, что хотел бы быть последним пострадавшим от атомного оружия и активно участвует во всех антиядерных организациях. Сейчас Кребек Куюков – почетный посол проекта «Атом». Количество ядерного оружия в мире не уменьшается. Количество ядерных стран в мире увеличивается. Стран, у которых есть ядерное оружие. И даже наш Семипалатинский полигон, который официально закрыт, до сих пор доступен. Там до сих пор живут люди. Эти картины продолжают борьбу за наше здоровье и за наше безъядерное будущее. Он держит кисти и карандаши ногами и губами. При этом его графика поражает специалистов невероятной четкостью линий. А живопись – яркими красками радости. Работы художника-самоучки выставлялись в десятках стран. Есть в личных коллекциях нескольких мировых лидеров. Мне больше нравится работать маслом, так как это более теплый материал. Там больше возможностей и, конечно, большая перспектива работать с палитрой. Смешивать красок – это самый, можно сказать, мой, как говорят сейчас, наверное, самый кайф. Художник признается, писать становится все сложнее. Ноги, которые всю жизнь несут двойную нагрузку, выполняя функции рук, стали менее крепкими. Но зато в картинах появилось более тонкое ощущение цвета и мудрости. Флюиды от его работ распространяются. Вот это я называю настоящим искусством, потому что иногда и все правильно, и все красивенько. А чувств-то никаких. А здесь поэзия. Это удивительная вещь. В каком-то совершенно маленьком сюжете он может охватить как бы всю вселенную. Буквально на днях Карибека Куюкова удостоили еще одной международной награды. Он стал лауреатом премии за безъядерное будущее 2018 года. Церемония вручения пройдет в октябре в Австрии. Жадраджа из Ньюлана Чаус, Василий Савкина, Сета Саинов, Хабар 24, Караганда. Наш эфир продолжит последнее интервью Дениса Тена, журналистом агентства Хабар. В нем известный казахстанский фигурист рассказывал о своих планах на будущее и делился воспоминаниями. Предлагаю посмотреть.